Здравствуйте, Виталий. Я ваш канат. Представь, что ты устроился работа джигала. И вот ты направляешься к своему 70-летнему клиенту, вы начинаете отпасывать друг другу под другом терять обнаму. Врачи сказали, что не потеряло сердце. Твой индук и дурк и дурк и дурк. Как ты будешь жить с этим? Ну принеси. Жалко, что ли.пс. Есть видео, где Пукич мишек ест. Рафлан забрал. У тебя батя Пукич выпердил тебя. Ну что еще? Нами было замечено, что с вами в одной катке часть поиграют стрим-снайперы, которые прокладывают вам дорогу в топ-1, поэтому так мало человек на таком большом круге. Вообще делаем вам последнее предупреждение. Ваш АК он будет заблокирован. Ага, мне аккаунт мой нужен. Папаня, это Андрей, друг Саши ко мне. На прошлом слину ты подкрыгнул, приземлившись спросить, что за бат, почему ты подкрыгнул и оказался на земле после прыжка. Я хотел спросить, а что за бат у меня? Я когда моргаю, у меня в глазах на секунду становятся до меня. Может и в курсе. Че? Привет, попечь. Я твой фанат. Зачем ты разжирел? Смотрю твои старые видосы. В них ты такой спортивный и привлекательный молодой человек. Закрой! А сейчас сразу жрался. Хуйня. У тебя, блядь, тройной. У меня нету пузырь. Пиздобол. Тихо! Это умное решение. Ну что еще? Живет на свете. Дотерпопечь. Зовут его также пухлич. И жирным пузом наделен. Пиздобол! Пиво как живет говнос. Ему бы позавидовал Портас. Попечь на Украине радостно живет. Ведь он только пиво пьет. И пузо у него растет. Жирный как поезд пассажирный. Всем сгут. Здравствуй. А ты в курсе, что в России скоро выборы президента? Ну, и че? Утенец Навальный. Цепчак. Народ в замешательстве. Но у тебя таких проблем никогда не бывает. Ведь ты всегда выбираешь сочный хуй дяди Богдана. Пидора с хуев, блядь. Очередной малолетний сын шлюхи 200 рублей подогнал. Мальчишки, пора переходить на донат 300. Здравствуйте, Пухлич. Я ваш фанат. В крайней степени обеспокоен вашим пассивным образом жизни. Чьи крупные сутки вы пожираете полуфабрикаты. Сидите на пятой точке и играйте в низкопробные игры. В целом это ведет с физической и духовной деградацией разложения. Тебя уже привело. Почитайте книжку. Пухлич. Этот троллинг настолько толстый. Здравийствуй. Я же должен был его видеть. Здесь можно отправить мне безвозмездную помощь. Почему его не видел? Благодарен всем. Даже тролли медалбой оба. Почему его не видел? Вот же я пробегаю, я должен был увидеть. Если я вас пошлю нахуй в случае оскорблений. Ой, блядь. Жирное ебло. Выйди, блядь, на улицу или сдохни жиробасом-инвалидом. Тупая тварь. Ты мне или ты перед зеркалом? Ну что еще? Привет, Виталик. Нам было так добре, за Богданом, поки не заявив сяти. Я к Тельке Тина родився, я почат помечить еще мой из-за сумки за Богданом-то гиршится. Что-то. Ну что еще? Потом помогал со стримами. Идет попить по району. К нему копняки подваливают с вопросом. Есть закурить? Нашли Виталий ответил нет. Ему говорят, слышь, ты чей такой дерзкий? Тебе чьи зубы жмут? Нет. Ответил попить. А, я сныкаю. Плюс в чат, если очень смешно. Хех. Тебе... Я не знаю. Хотел сказать, мозги жмут? Ну, получается, тогда у тебя большой мозг был бы. Блядь, хуево. Слабо. Можно сказать, тебе, блядь, черепная коробка жмет. Потому что она у тебя маленькая, блядь. Не знаю, я тоже слабо. Здравствуйте, Виталий. Я провел исследование на основе вашего творчества. И выяснил, что вы очень искренний и честный человек. Но меня заинтересовал один вопрос. Почему такая выдающаяся личность? Как вы притягивает к себе? И сколько негатива делов? В том, что мне переселы взяли в банку драгу. Слабо, что искренний бой родный, значит, вставил вам в задних проход... Ну, что еще? Да все, не гони. На самом деле, это вот HQ. С приставки HQ я рофлю уже последние года полтора, наверное. За эти, знаешь, типа вот... Просто можно на любое сообщение спросить. А какой ты сегодня? HQ, LQ, PukichQ и так далее, блядь. Приставка HQ я сам с ней рофлю. Не, без приставки еще нормально пойдет. Но вот приставка HQ это пиздец. Я с приставки HQ полтора года рофлю. А какой ты сегодня? Вот именно, знаете, голос. Вот так вот меняешь голос. А какой ты сегодня? HQ, LQ или там Low ICQ, PukichQ. Чего угодно можно подставить, это вообще пиздец. HQ, что за хуйня? HQ. Ну что еще? Я не хочу играть в доту. Привет, Виталий. Я слышал, что ты хочешь уходить с твитча. Я не говорю такого. Я не говорю такого. Сможешь так же стримить и собирать дань. Ждем стримы в мастерской Богдана. Чмок. Долбоеб малолетний. Хорошо играть, поймите. Я не способен хорошо играть, я не могу. Не способен. Возможно. Привет, Виталий. Я так больше не могу. Пожалуйста, посоветуй, что делать, если мне изменили. До этого все было хорошо. Но однажды я застала за этим. Я даже знаю, почему это случилось. Ведь твоя попка гораздо симпатичнее моей. Ну-ка, рассказывай, что ты там с моим Богданом делал. С любовью, дядя Андрей. Да, но я доту не стримлю. Что происходит? Сюда, и я альтапнусь отвечу. Привет, Артас. Хотел подарить новые кроссовки своей девушке. А ты старые провоняли. Так, чему это я? Какой у тебя размер ноги? Я не помню. Угу, ты уже измерил. Можешь не волноваться. Че? Сегодня собираемся у меня, как обычно. Ну что еще? Крой с бутылки потекла? Не хочешь смотреть аниме? Не хочешь играть в шрека? Не хочешь играть в метро? Не хочешь спать с Богданом? Ну что ты за человек? Кто такой файл фиш, файл фиш, файл фиш? Ну что еще? Ну, займись, принципе. Здорово, поблаго. Как относишься к оральным цензам? Ясно. Сделал быку у них девочки с топ-делами топ-лицом. Обоснул. Такие вопросы мужчинам не задают. То есть ты мне задаешь такой вопрос, значит, или ты не считаешь меня за мужчину, или ты... Ну, на малолеточах. Одно из двух. Попробуй спросить своего бати. Работяги, помогите. Этот уебах постоянно в меня пердит. Я весь дырявый. Я не знаю, что этот даун шел. Но запах в хате пиздец. Словно кто-то помер. Ожил и снова помер. Про туалет молчу. Мне его вдвойне жаль. Он уже ершик. Не менял миллион лет. Черкашня висит. Говорит топ-лук. Булова ебать. Спаситель. Ну что еще? Салют, Виталик. Удачного потока. Смерть стрим снайперам. Помоги советам. Дело в том, что в свои 26 лет я все еще детственник. Но все друзья и родственники об этом не знают. Я очень стыжусь этого и знаю, что правда рано или поздно откроется. Что бы ты сделал в моем случае? Грал бы как я или признался. Признался в чем? Ты говоришь, будто бы ты совершил какой-то проступок непростительный. Признался. Правда откроется? Что, бля? Тебя там каждый день спрашивают? Ну что, сынулечка? Решил содейственности наконец-то? Или что? Не могу понять. Здравствуй, великий. Для средних времен. Просто гранату заранее зажал. Для наших. Хочу задать тебе всего один вопрос. Ты считаешь так же? Только да или нет? Что? Только не начинай выебываться. Здравствуй, великий. Для средних времен человек и гениальный для наших. Я не считаю себя гениальным, нет. Я считаю себя... Блин. Охуенным. По факту, блин, ну по факту я уникальный человек, но насчет того гениальный, я не думаю. Привет, Батислав. Сейчас подождите, мне надо подумать. Прочитай мой мир. Хотя нет. Сходи, проверь на кухню свою мать. Там стрим-снайпер. Дядя Богдан с твоей матерью. Да, 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 да. Что они там делают? А, 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 Арафланибала. Окей, да он. Ну что еще? Привет, Артас. Составляю словарь ботических афоризмов и хотел бы узнать, как тебе кто уиспер помянет тому в глаз ляу и как относишься к науке. Ботиология изучает жизнь величайшего в мире примата. Тебя, основателя нового вида человека Омара Фланусьера Фланибала. Привет, дорогой зритель. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. Ставь палец вверх, если тебе понравилось видео. Спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами и грейпфрутовый сок.